Нам приехал отец Иоанн Стулов. Заходи сюда. Это представитель московской патриархивы. Аня с батюшкой сколько лет уже дружите? Тридцать лет и один месяц. А батюшке, то есть моему брату, тридцать лет, 3 февраля выходит на это торжество, Иоанн приехал, как он в священном саде, священником. Ну видите, тут маленько кое-что так получилось, накладка с епархией, но Господь знает что. Ну батюшке, не надо говорить, как они любят друг друга, ездят по мощам, по сарапивам, а я их за это дело обличаю, что вы езжайте на проход, на благовестие. Но отец Иоанн мне помог, ну кто-то ему там помог в издании книг. Вот этим он мне еще дорого больше всего. Мы вчера разговаривали, я еще разговоры не окончен. Я особо внимания не могу уделить. Просто у меня такой момент был. Я вчера в 4 утра уже работал. И вечернее время спецсилу в 11-й час, то есть у меня все, пока и все закончено. Батюшка там все видел и тоже снимал, фотографировал. Но сегодня он уедет, больше он у нас пока не будет. Я ему высказал, что кого я знал, священники бывают чем-то не похожи, как и другие московской патриархии. Как бы исключение. А потом в какое-то время он делает все еще злее и будет здорово идти. Это было в одном месте, в другом в третьем. Я сегодня говорю, смотри батюшка, что если где-то что-то наше неприемлемое, а наше это не просто наше. И чтобы между нами не просто кошка пробежала, а дьявол не встал. Чтобы мы не стали врагами. Мы с места не можем сдвинуться по той причине, что двигаться некуда. Мы познали истину. Он все книги имеет, читает. Хотя отец Аким говорит, а он и не читает их. Я говорю, читает. Но оказывается он не по порядку. Я говорю, выборочно. Я слово выборочно отвергаю. Выборочно, когда все прочитал и ты знаешь, что выбирать. А если все не читал, от корки до корки, то выбирать ты что можешь. Ты можешь пропустить самое важное для тебя. Пару слов скажите. Вот у меня дома такая книжная полка. Я освободил вот такую книжку. Все только под ваши книги. Теперь мне, чтобы вашу книгу разместить, я должен какую-то перенести на чердак. И у меня уже смещается вторая полка. Но я говорю, я не могу. Все. Подряд, подряд. Я знаю, что где мне откроют, все интересно. И скажу. Вот мой приезд именно тем обусловлен. Что я сказал матушке. Я говорю, все. Не поеду Аким. Я переживал. Мне хочется. И не могу. Ну не могу по материальным соображениям. Потом открыл. Читаю вечером. Ваш том. Говорит. Нет. Мать говорит. Я поеду. А ей самой хочется поехать. Она. Я говорю. Давай поездом поедем. Дешевле будет. Ну смотри. Туда четыре дня. То есть два дня сполна. Да оттуда. Четыре дня. Почти пять дней. Просто валяется на полке. Давай лучше уж я один поеду. Тут она начинает. Ты мне в ванну. Вот я тебя прошу. Сколько не обобьешь. У людей. Скрыть на зайти в туалет. Кухня у меня. Ты мне как. Ну сразу я уже понял. Чок Тимур. Знаешь что. Я все буду снимать. И тебе все расскажу. Покажу. Ты уж хоть смирись то здесь то. И давай хоть в этом. Послушание. Ну все. Смирилась. Все таки решил. Ну перехватил маленький денежат. Я рад что приехал. Батюшка. Вы другим на этой книге. Я хочу спросить. Какое ваше мнение. Почему книги не приемлются вашими собратьями. Священниками. Ну потому наверное что и ваши не приемлют священники. Я. Знаете. Вот есть такой батюшка. Ну. Знакомый священник. Он кстати сибиряк. Отец Владимир Патрин. Его отец. Брат по моему был наследелем. Или ключерем. Новосибирск. Я знаю. Отец. Павел по моему. Супер советский поп. Ну вообще. Он тогда призывал. В честь. Благодарственный молебен. В честь Октябрьской революции. Это он. Право отношал. Это он как раз и был. Ну вот я его передал. Шизову Матушку. Два тома. Этих. Ваших книг. Ну попросил. Думаю. Ну может все таки там. Он что то знает. Более положительное. Наши то ничего не знают. Вообще. Очень была отрицательная реакция со стороны Матушки. Я даже не знаю. Дала ли она их батюшке почитать или нет. Я подавил нашему Владыке Алексею. Тоже не помню какой том. Или два даже тома через секретаря. Передал Грибачка. Передал Владыке. Ну. Это уже прошел. Год больше никакого ответа и реакции. Скорее всего что он просто не читал. Ну. А с другой стороны. Если он откроет там. Где вы даете комментарии на святейшего патриарха Алексея. Или Кирилла. То будет реакция уже известная какая. Да. Но. Я еще раз повторюсь. Игнать Тихонович. Почему я. Вот так сказать. Ну. С вами. Хочу общаться. Только потому что. Ну все таки понимаешь умом и сердцем. Что вы. Не противник Слова Божия. И вы учите. При всем своем корявом характере. Я. Считаю что вы делаете дело очень большое. Я вам сказал что только планку так высоко подняли. Что. Невозможно. Вот. Думаю кому-то подняться до уровня ваших требований. Вам очень хорошо в том плане. Вот я. Смотрю у вас. Очень много скажем. Если по меркам моего прихода. У меня чуть поменьше. Ну. В воскресные праздничные дни. Бывает что есть только. Собирают. 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 Но. У них есть. Увы. Даровитый. Проповедник. Особый. Проповедник. У вас. Не просто. Вот знаете. Такая. Красивая речь. У вас именно. Проповедь. Я так понимаю что. Проповедь. По слову Божию. Это тоже сказано апостола Павла. Что имеешь ли дар пророческий. Пророчество по мере веры. Учитель. Учитель. Благотворитель. Благотвори с радушием. И так далее. Другие дары. Вы обладаете этим даром. Ну. Конечно. Не каждый может быть. Вот. Тем. Проповедник. Объясни пожалуйста. Два слова. Корявый. Что-то. И второе. Планку ходит. Это то что. Я сейчас сказал. Вы сразу обратили на это внимание. Да. Я хочу. Чтобы не стать сухим. Игнатик. Они лучше меня видят. Но давайте. Опустим. Я хочу. Чтобы не быть корявым. Чтобы помогли. В чем дело. Оставайтесь таким какой вы есть. Все. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Знаете. Вот. У мадыки Антония. Покойного. Антония Сурожского. Блюма. Когда ты читал. Ну. Сейчас перескажу смысл. Значит. В чем. Вам хорошо. Вот. Вашей пастве. Или отца Акима. Как сказать. Отца Акима. Да. Пусть будет так. Он говорит. Что. У Чарльза Хиккенса. Есть такой. Значит. Рассказ. Записки. Пиквикского клуба. По-моему. Там. И там. Суть то в чем. Этот. Пиквик. Едет. В этот. Клуб. На колеснице. На лошаденке. И. Пиквик. Удивляется. Как. Говорит. Твоя. Такая. Хилая лошаденка. Тащит. Такую. Большую колесницу. А он говорит. Видите. Сэр. Все дело в колесах. Что ты хочешь сказать. Так. Дело в том. Что колеса. Так. Так. Смазаны. Что. Ей только было усилие. Только тронуться. А дальше. Надежда. Передвигает. Ноги. Чтобы не быть раздавленной. Колесницей. Так. И вы. У вас есть. Толкач. Такая лошадь. Вот. Которая. Которая. Потащила. Все. И вам легче переехать. На этой колеснице. Мы. Слабые лошади. Никудышные. Я себя таким считаю. Но. Хочу. Чтоб. Господи. Хоть что-то. Дай мне. Доброго. Чтоб от меня. Хоть какое-то. Ну. Хоть что-то. Какое-то осталось. Добро. После меня. То что мы строим храм. Колокольни. Тут. Моего-то ничего нет. Бог дает так, что мне кто-то строит колокольню. Кто-то там благоустроит территорию. Кто-то церковный дом построил. Второй храм мне дали. Меня в наказание поставили. На кладбище. Сейчас у меня очень приличный храм. Очень приличный. Дорогой. Отделка. Все это. Так. Благоустроенная территория. Но. Опять же. Моего там ничего нет. Я вижу, что это Господь. Ничего тут мы не принесли. Но. По вашим предположениям. Вы как думаете. Будет ли когда-то. Лучшее состояние священства. Когда они примут конкретно мои книги. Я например. Я не сомневаюсь. Что книги переживут меня. Намного-намного дольше. И будет момент. Когда это все будет рассматриваться по-другому. А как вы думаете. Я этот вопрос хотел вам задать. Но приходится самому теперь отвечать. Игнатий Иванович. Ну. Знаете. Мы не будем говорить. Что в общем. В целом. В таком. Глобальном. Что все обратятся. И все полюбят ваши книги. Этого не будет. Никогда. Да. Но. Я допускаю. Что. Есть. И в московской патриархии. Священники. Страха радиудейства. Которые. Может быть. Все это одобряют. И душой. И сердцем. Но. Мы немощные. И знаете. Как-то. Выражать свою позицию. Такую. В отношении ваших книг. Положительно. Они просто. Побаиваются. И все. Но я знаю. Что они есть. Есть. Я в этом умею. Я много времени. Уделяю. Рассуждениям. О водительстве. Духом Святым. Так как это. Мало заметно. А где Дух Господень. Там свобода. Если они понимают. И они. Ради страха. И уйдейского. Грех. То против Духа Святого. Тогда какая же жизнь. Тогда как перед Богом. И как можно развить свои таланты. Если ради. Такого же. Вани Мити. Которого поставили. Шапку на него надели. Ну назвали. Епископом. Патриархом. А мне Бог дает. Талант. Он говорит. Вот я в книгах. Говорю все что. Мне положено на сердце. Мне ни батюшка. Ни епископ. Ни одной строчки не подправили. Нигде. У меня цензора нет. У меня цензор. Только Бог. И моя совесть. А насколько это было удачно. Я готов защищать себя. Перед всем миром. А это 7 лет. Как издается книга. И пока ни одного обвинения. В глаза нет. Ропот идет. Ну давайте. Книга. Страница. Ты мне. Докажи. А что докажешь. Даже. Мне один епископ говорит. Я бы книги ваши прямо с зубами жевал и выбросил. Но ничего не могу сделать. Там все сцементировано. Все связано. То есть я сразу должен против Библии идти в этот же день. Вот и все. Вот в чем их оригинальность. А что. По словам корявости. Я объясню. Что. Я не философ. Не оратор. Не вития. Мне очень нравится грубоваться стиль Феофана Затворника. Он говорит таким языком. Мужицким. Просто. Понятно. И ясно. Поэтому. Я там никто. Я ни одного класса нигде не качал. Я этим. Но я этим живу. Вы самородок. Просто. Вот так. Дал вам Господь это. Да и все. Вы его еще и развилили. Мы все имеем. Даже хоть какой-то. По Евангелию то один талант. Два или пять талантов. То есть какой-то есть у меня маленький талант. Но я не сомневаюсь, что у вас пять. Может десять. Уже Господь дал. Да вы еще умножили на десять. Ну. Ну что ж. Здоровья вам, Игнатий Тихонович. Помощи Божьей. Терпения. Мудрости. Ну. Мудрости. Вы батюшке скажите, когда будете. Скажи. Тридцать лет дружбы. Тридцать лет священного сана. И апостол Павел говорит. Посла меня не крестить, а благоверствовать. И главное священное действие благоверствование. И Дух Святой придет. Его главное на первом месте стоит. И сделает вас свидетелями. Скажи батюшка. Давай подводить итог. Я знаю. Против могут воевать только те люди, которые не свидетельствуют. Это определенно. Что батюшке какие-то не согласны. Я могу сказать батюшке. Рецепт очень простой. Приезжай или меня вызывай. И пойдем по квартирам, как мы в городе идем. Больше ничего не надо. И ты увидишь, что паствы нету. Ты увидишь хищные волки. Это зверинец. Люди не знают Бога. Они ни радости во Христе не знают. Ни спасения. Стихтанты знают нанимные церкви. Даже говорят, надо все сравнить. Я отвечаю на эти вопросы в книге. Ну что смеяться-то? С чем сравнивать-то? Это мое состояние сравнивать с Трокфеллером или с Березовским. С чем сравнивать-то? Абрамовичем. Это несоразмеримо. Все в Духе Святом. Если нет водительства Духа Святого, ничего нету. Вот батюшке будете с ним, брату моему. И скажи, батюшка, давай мы более критично посмотрим на это все. Потому что очень грозные слова священства говорится. Златоуз говорит, большая часть погибает. Если пятеро, трое в аду будут. Но в любой храм зайди, все спасены. А уж архиерея тем более. А патриарх, он же святейший. И даже поминают святейшего. Хотя поминать можно только как раба, если был рабом. Вот ответ абсолютно однозначный для всех. Вопрос. Другого у нас просто нет. И скажи, мы умрем. А будет ли сказано о нашем благовестии? Где? И апостол Павел, когда подходит, говорит, течение совершил. Какое течение? Течение проповедей ушел везде. И там дома будете. Да, кто-то не принимает. Участник Азванов был. В Казахстане получили пять пакетов. Книги. Начинают заниматься. Сразу люди прибывают. А то книги получили. Дошло. Пометьте себе там. Трудно было. Не знали. Дойдет, не дойдет. Пять пакетов. Ну и купили еще четыре псалтеря. Все дошло. Прям люди меняются сразу. Наши поедут в драмтеатру. Завтра поедут. Которые купили книги. А потом приходят. Это как будто совершенно другой человек. Как будто из нашего. Вы же помните, когда конгресс какой-то тут был. И выступали. И передо мной вышел. Я его не знал. Кто он такой. Молодой. Гусокий. Солидный. Такой. Как стал говорить. Следующий я должен за ним говорить. Мне говорить нечего. Он все сказал. Я такого не видел. Я пришел. Узнал это Сорокин Виталий. Доктор юридических наук. Преподаватель местного. Я позвонил. Ему через клименко нашел. Я говорю. А как вы могли это сказать? Он говорит. Зря у меня двенадцать ваших книг открытым оком. Тогда двенадцать книг было. То есть он все покупал. И он все оттуда взял. Ну он. Своим языком. Какие экстремисты? Если не экстремисты. Значит верующих никакого нет. Антагонизм они можем вооруженным путем. Конфликт разрешать. Ну. Мы же верующие. А если мы верующие. Я никак не могу признать, что прав Магомед. Я никак не могу признать, что правы Баптисты. Это взаимоисключающее понятие. Я не могу никак признать главенство Папы. Я не могу признать православие, что у нас есть это. Почему? С Библией не сходится. А Библия говорит пять двадцать в Иисусе. Сравнивай. И если нет там света. Если не по слову, то нет там света. Вот и весь ответ. Хорошо. Так что можно сказать? Отец Иоанн. Мы с вами беседовали о благовестии. Ну понятно. Благовестии это сложно. Вы сказали сейчас о дарах. Игнатихность действительно обладает большими дарами. Благовестии. Но вот есть такое у священников действие. Которое никакими дарами обладать не надо. Вы обязаны крестить людей. Причем крестить как написано в канонах. И вот вы знаете. Там общаетесь конечно и с епископом или с епископатом. Там рядом с Москвой понятно у вас много знакомых. Вам не кажется ли что вот это действие уже мочения дошло как до печати антихриста. То есть люди которые моченые. Они не принимают не только Господа не принимают. И не хотят ничего знать. Но возможно что уже и дух сытой их отверг. И вот теперь не пора ли уже вам не просто как-то это замалчивать или бояться. А просто организоваться вашим собратьям вместе. И пойти и поговорить конкретно с епископатом. С несколькими епископами сказать. Показать все места эти писания. Или было ли это у вас. Ну то есть уже дошло до того что что-то на мистическом уровне. На уровне закрытом для нас. На уровне Божьем. Мешает людям принимать Слово Божье. Вот мы уже здесь благовестным очень долго. Ходим по квартирам только уже 5 лет если не 6. И отече в чем дело. И нет он сам мешает. Наполнение церкви. Когда мы были в Покровском прихожанами. А я вел тогда 3 радиопрограммы в городе. И когда шел крестный ход. А Войтович вышел. Дрожащим голосом. Это не его совсем. Видно что он истомился. Игнатий до каких пор вы будете нашу мать церковь терзать. То есть я говорил неправильное крещение. И он истерзался со всего города. Люди звонят. Да что это такое. Если бы вы не открыли никто бы этого не знал. То есть он знает. Зачем ты это сказал людям. Но меня он не может взять ничего. Я буду ставить вопрос. Ну хоть как ставить. Ничего не было. А он то вот. Как из отца Павла. Крест дало и все. Тут все не так просто. Он должен решиться. Стараюсь. Вот батюшку вызвал. Архиерея начал. Батюшка говорит. Крест сейчас снять. Говорит ничего. У меня с тобой мастером. Я пойду сейчас. Говорит каменьщик. То есть понять что тебя просто так взять нельзя. Я делаю ради Господа. Пугать меня это не надо. Снять тем самым ничего. Мы тоже кое-что теряли. Хотя были миряне. Они ничего не могли сделать. Они нас крутили за решетку. Это все архиереи делали. Священники. Меня это не в КГБ посадило. А в КГБ сдали священники. Это я потом все увидел записанное. Ему не просто так. Не просто. Он должен просто сегодня заранее сказать. Ты прежде куда-то пойти надо себя обезопасить. Что у меня дорога. Мобильник отнять. Я его дома оставил. Так что у меня деньги. И отдал. Я вышел. Мне ничего нет. Меня подними руки. Осмотрели. Ничего нет. А все остальное нормально. Меня ничего не возьмешь. Киж за сапоги. И с него есть еще что ободрать. Тут надо прелюдию правильное написать все это. Они ничего не могут. У меня диплом. Я его давно бросил. Чтобы тебя не пугали. А у меня уже я давно все отказался. Квартиры у меня нету. То есть если это отнимет я уже пошел. Я даже в Токио буду. Надо решиться. А это очень непросто. Так что сказать он может. Но результат я боюсь. Просто боюсь. А как сделать? Не знаю. Я могу. Потому что я ничем не связан. Он меня угрожает. А я его не боюсь. Ведь с меня снять нечего. Может встречу от меня вызывать? Нет. Дело в том, что я считаю так, что прежде чем что-то говорить, ты должен сам это исполнить. Но в отношении крещений я вот летом сейчас если я обращаюсь с просьбами покрестить. Есть и взрослых. Ну и знаете. Я приглашал. Давайте в конкретный день я приеду и мы с вами побеседуем. Хотя бы. Вот какие-то. Не такие уж оглашения полгода как у вас. Я даже не говорю это. Мне приходя причащать старых людей. Старых. Я начинал с ними с беседы. Иной раз смотрю время уже у меня час может пройти. Может нужно уже и кончать. А я причащать не могу. Потому что она ничего она не считала. Но она знает что мне нужно причаститься и мою. Ну хоть какой-то я ей уже так сказать маленький такой элемент оглашения дал или привожу Евангелие. Или потом завожу. Говорю давайте вот хоть прочтите крупным шрифтом. Тогда приезжаю причащать. Вот они говорят я за эти полчаса или час узнала больше чем за всю свою 70-летнюю жизнь о Боге. Ну я думаю господи прими хоть этот час что ли у меня. Где я могу еще. Вот я сказал что ли я отпеваем. Я говорю Владыка вот как быть если архипастерин. Если человек ну он такой номинально православный. То есть он крестик может там носил или не носил. Но он крещён когда-то. А родители родственники там или он сам просит меня отпеть. Как вот там соседку отпели. Ну это не таинство. Можешь отпеть. Ну хорошо я отпеваю. Иной раз даже я ей говорю что там пел там не выдержало сердце. И он там все его ну умер. Но я вижу даже в этом. Из двух зол меньше можно хоть что-то сказать. Я уже глядя на ваш пример. Обязательно стараюсь. И они очень внимательно слушают. Слушают когда вот гроб смерть перед тобой. И всего никто не избежит. Этот ящик говорит строим жизнь свою. Так с поправкой. Я сегодня говорю. А завтра я могу лежать. А них суеверно и страшно. Я уже сразу навожу на себя. Говорю я могу выйти сейчас. Кирпич на голову упадет. Все меня нет. И любой из нас. Бывало так вот. Прихожу в причай там. Или собор. Пока муж ходит там все по комнате. Там все меня провожает. Через землю звонит. Ой приедете. Умер муж. Как муж? А та жена живая. И сейчас уже лет 7 прошло. А муж умер здоровый. Мужик ничего не жаловался. Я примеры привожу такие что. Мы просто настолько одним днем живем. Смертью каждого из нас. И я только думаю господи. Сейчас ты меня заберешь. Или через какое там еще количество лет. Господи дай мне так. Чтоб хоть что-то что-то было за мной. Точно будет елеем в лампаде моей души на страшном суде. Что это будет я не знаю. У меня нет никаких даров чтоб я к чему-то. Вы сказали мастерок. Ну в этом отношении я не боюсь. Я езжу стройку там на колокольни там. Приезжаю в успех. Они народ самые такие. Знаете очень замедленные. Мне приходят с ними там. Общаться сантехнику я знаю. Шоферить могу. Понятно. В чем-то. Я хотел сказать. Тиски о православии. Там есть одна статья. Тимофея Алферова. Брат у меня сейчас здесь епископом стал. Ну не в патриархии. И там написано язычество и православие. Батюшки. Хотя один раз задайте себе вопрос. Кого вы причащаете? И дальше. А кто изображен на кресте? Она даже этого не знает. Ведь ни один сектант такого не допустит до своего хлебопреломления. А это как раз ощущение. Ощущение придумали не через кровь на Голгофе. А вот батюшка приедет. Ты рот разенешь. Ну может зафиксирует тебе рот, чтобы палец не отпустил. Уже полумертвый. Ну и проглотишь. А может быть к иконе еще лбом стукнешься. И что-то где-то совершится и там дверь распахнется. Ведь это же обман. Внутреннего человека, если нет перерождения свыше, ничего нет. В православах видите, что через внешние пять органов чувств. Но только уши не задевать. Ну он говорит, кто перед нами? А теперь как его обратить? А тебя вызвали. Конечно, если поправдимся, никак не причащать. Он не обратился, с этим и уходит. Это ничего не дает. Он не достойно. Он не знает, не рассуждает о теле Господнем. Я считаю, в городе больные люди, большинство, это через священников. Недостойно причащались. Они в больницах везде непрерывно лежат. Апостол сказал, многие больные, немало умирают. Если бы сейчас эпикриз заканчивается, и Божья рука, как на стене у Даниила написала бы, умер, недостойно причащался. И вдруг бы высветилось так везде. В больницах везде в ужас пришли бы. Попов бы в шаю погнали оттуда. А люди считают, о, если я пойду, грехи простятся. Как готовиться к помазанию, не лея помазанию. Вот соборование. Ой, грехи прощаются, прощаются. И все там. И надо к причастию. Надо прощаются. Ощущение-то не через кровь Христа идет. А через видимое прикосновение к чему-то. Это ложный путь. Путь, который совершенно к Христу никакого отношения не имеет. Людям надо показать долгову. Чтобы человек сознательно отдал жизнь туда. Вот я представляю. Мне говорят. Вот ты хорошо говорит. А был бы ты священник, как поступил? Я почти был священник. Но вовремя, говорится, Бог вразумил. И что бы я сделал? Ничего я не сделал. Но меня вызвали. Я не стал причащать. Приходят не готовы. Я его крестить не стал бы. Архиерея это доложен. Два-три раза еще дальше архиерея со мной ненькаться будет. Меня вызвал Арфаломей Ташкентский. Вот пять храмов пустых. Я тебе рукополагаю сейчас. Я попал в мое одно письмо ему. Это ты сам написал? Да я стоял там в крестилке и написал. Я тебе сегодня ставлю священником. Я маленько поприслужил. Я говорю. Ну я с первого дня буду говорить, что надо правильно все делать. Мне как раз это и надо. Я говорю. Да, Владыка, то что делается не сходится. И если люди не готовые пришли, я же не буду не отпевать. Как не будешь? И не готовые крестить, то я не буду. Как ты не будешь крестить? Раз пришли. Я говорю. Так не положено. Он не знает Христа. Посидел маленько, дал деньги, знающий. Я не найду священника. А как ты, то такого нигде больше не будет. Езжай домой. По благодарной причине на самолет дал деньги. Меня коленкой под одно место. И все на этом. Игорь Тихонович, ну вот знаете, вот слушая вас, я не буду ничего говорить против вашего архипастера. Я скажу в отношении нашего. И вы знаете, уже благо то, что я могу ему сказать. Владыка Алексей наш. Говорю, я отказываюсь венчать молодых людей. Только по одной причине. Вот так в приватной беседе, когда мы всегда приходят, батюшка нам, я узнаю. Вы живете уже? Да, ну кто там сейчас? Я говорю, знаете, ну коль вы начали, вы уже живите. Потому что слишком большой процент разводов, который стоит на песке. Но я допускаю, что покаяние, если вы уверуетесь, ну какой-то вот пять лет, это я вам даю такой, знаете, ну промежуток. Если вы проживете вместе, ну тогда приходите. Вот одну пару я повенчал, пять лет в этом году, в прошлом уже я повенчал, у них второй ребеночек ходит. Да, причем начальник, я у него кран просил все время, он уверен, что я повенчаю его сына. А тут такой облом получился, и я Владыке говорю, Владыка, если они не живут так, я отказываюсь. И он мне ничего не делал, отец сам, делай право твое. Разводов полные, там папка такая, да. В отношении чтения на русском языке, у меня сейчас завели, даже на архиерейской службе мы читаем апостол на русском языке. Я вам говорю, да, вот у меня Космедовена, 14 ноября, он приезжает, Владыка, ну раз в год, он обязательно, я уж обязан пригласить. Да, у меня Пашка такой прислужник, панамачик, батюшка, как мне читать апостол на русском? Они у меня и так, и так читают, но в основном читают на русском. Я говорю, Пашенька, давай читать на русском, про Кимин ищи там апостоли славянский. А здесь, говорю, я не помню, как в прошлом году, в прошлом году мы читали так, ну тогда уже вообще бояться нам ничего. И он выходит, читает на русском языке. Вы знаете, тишина? Слушай, а до этого у меня был еще Юрий Юрьевич Хохол. Вот выходит, про Кимин гласоль смы. И пошел по-славянски, да, с акцентом, ничего не поймешь. Теперь этот же мой Юрий Юрьевич читает на русском языке, они уже там зачало поразметили себе, все. Он читает, тишина, хоть что-то, но понимаем. Вот Евангелие читает на славянском, оно доступно. И в основном я беру тематику такую, если проповеди, в основном, то толкование. Вот в чем помогают ваши эти книги, так сказать, толкованию, трехтомник. То есть всегда. Так что я могу сказать, что какие-то подвижки есть хорошие. Я не могу в отношении Владыки Алексея ничего не сказать против. Он меня терпит и никаких таких, так сказать, репрессивных мер в отношении не принимает. Да, Бог ему здоровья и спасения души. Я вот скажу, что... Не знаю, может он читает и на вашу книгу, но боится огласить свое мнение. Я не знаю. Но я ему благодарен, что он, зная вот мои такие наклонности уже какие-то немножко, так сказать, выпираюсь. Даже когда я однажды на епархиальном совете, там, вызвали по опросу храма, я сделал такое заявление. Возьми даст дуру и скажу, Владыка, да вы дайте указание, запретите венчать. Вам-то легче будет, Владыка. Сколько вы пишите разводных-то писем? Она пишет, а пока я сидел, за пол-шестать четыре человека пришли, взяли разводы. Ну, Владыка, он и сам не знает, как эту решить проблему. Правда, другие батюшки мне сказали, что ты лезешь своими указаниями. Ну, я понимаю, что это наш доход, наше все. Ну, что сделаешь, наше немощь. Поэтому я говорю, давайте хоть где-то можно, если я могу хоть что-то сделать уже, ну, Господи, прими, как жертву благовонную. Это то, что я могу сделать. Я тоже немощный, грешный и грешнее всех прочих батюшек. Почему первая заповедь, Владыка, всем умом, всем сердцем, не что-то, не по немощи, а всем умом, развивайте, крепостью, всей душою и всем сердцем. Богу не надо что-то, он не принимает это. А мы себя так успокоили, у меня вроде это так, это все. Вот дома на молитве себя так настроить и сразу делать. Пусть архиерей запретит первого, второго, третьего за дело. А то обычно, что, пьяный священник был, да еще хуже там все вот это. А то я буду правильно крестить, он запретит. Я говорю, покажите одного запрещенного за это. Никого нет за это запрещенное, а за другие дела-то неблаговидные. А два до три уже потенциал будет склоняться в другую сторону. Ого, это там сосуд какой-то, несправедливое страдание переливается и потянет. Игорь Иванович, недавно, ну как недавно, буквально несколько дней назад, мы знаем, прошел поместный собор и был избран митрополит Смоленский, Калининградский Кирилл, патриархом на соборе. Вы знаете мое отношение, я их делюсь с вами мыслями. Меня больше всего, ну как сказать, даже возмущало. Ну почему столько епископов, а собор был это 700 с лишним представителей, 200 архипастерей, и, значит, там остальные миряне и священники. Почему никто не решился выбрать патриарха по жребию? Мне так хотелось. Деяние первого глава. Там, значит, апостолы избрали, да, и они избрали кандидатов. И троих, там даже, может, не дало было, и троих, двоих бы хватило. Это было по-евангельски. И сказали, ты, сердцеведец, Господи, и сих двух избери. Одного, которого послать на апостольство вместо отпавшего. Ну, примерно так сочинили. Они думают, ну почему никто и сидели бедненькие, а как они томились там. Вот показывают. Мы в течение дня вся страна наблюдала. И уже кто-то оглашать, вот скоро вот-вот уже результаты выборов. Они уставшие, они бедные там, ну видать, изможденные. Ну что, думаю, или я уже, у меня голова поехала. Ну, не могут же заблуждаться или не понимать эти 200 человек. И пока, знаете, вот к вам уже ехал в Москву, в аэропорт. Мой один знакомый присылает эсэмэску. Он в Святой Земле, в Иерусалиме живет. Мы с ним очень хороши в таких отношениях, он очень верующий. Я и с ним поделился, говорит, знаешь, как жалко Саше, что вот, ну как бы мне хотелось. Он мне присылал такую эсэмэску, что мой дух спустился опять немножко на землю. Он такой ему и сказал, не знаю как, примите или осудите. Он говорит, знаешь, отец, вот я беседовал с одним архимандритом, который 30 лет пробыл на Святой Земле на Афоне. На Афоне, говорит. И я так же, как ты, говорит, возмущался и кипел на своего владыку Тимофея. Там в островской митрополитии, Аравии. Он говорит, я бы никогда не согласился, чтоб меня выбирали по жребию. На Афоне, говорит, выбирают только голосование. Почему? Вот представьте меня, мы стоим вдвоем и бросаем жребий. Кто из нас? И вдруг жребий вне. О, как бы во мне взыграло! Я Бога избранный. И всякая дурь и блащ моя приписывалось бы, Господь избрал. Я бы не знаю каким тираном стал. Может быть в этом есть ниша для смирения. И вот это смирение, пусть меня выберете, не выберете, это зависит не от меня, а от вас уже. Но я все равно приму, что и это Божий выбор. И я, знаете, успокоился. В отношении Владыки Кирилла я не могу ничего сказать. Ну, хороший он, нехороший. Ну, я с ним не общался, не знаю. Ну, как и все прочие, равные. Ну, хотя бы, думаю, здесь бы Богу предоставили. Но вот он и тут дал мне мысль. Я говорю, спаси Христос того архимандрита и тебя, Саша. Все-таки это смиряет человека. Может быть правильно они и сделали. Я уже теперь говорю, значит, это должно быть. Неправильно, не на 1%. А я не свое мнение, я мнение Духа Святого говорю. И когда сказали, кого дворих, то, говорит, те, которые с самого начала ходили с Иисусом. Впереди написано. Это означает, на всех 800 членов ни одного такого не было. Ты дальше продолжай. И выбирать некого было. И поэтому написано, говорит, ну уже кого ставят, чтобы иметь доброе мнение от внешних. Павел-то имел в виду что? В эту мысль он заложил следующее, что живет он этот человек чисто. Детей воспитал. Что у него ворованного нигде нету. А сегодня наоборот ставят того, который ближе всего с внешними. 30 лет стажа в КГБ. У него эта фраза перевернутая. Ставит того, у кого с кем хорошее отношение с внешними. Дальше. Шестая глава Деяния апостолов. И решили избрать, говорит, там написано Пармена, Николая, кого шестеро. Кто? Изведанный в Духе Святом. И дальше. Нет таких. И поэтому такое избрание. Вот почему. Не потому что для смирения. А потому что Дух Божий забыт и водительства Божия нет. Я внимательно посмотрел по Писанию и ответил только один. Если бы один хотя бы был пророк, он бы встал, его бы увидели, они знали. Они знают, сели за блюды и все вот такие вот. Остальные сидели только как пешки. Ну, скушивало. Все. И выдвигают туда не тех, которые свободно, может Слово Божие сказать, такие не нужны совершенно. Сейчас газета пишет. Ну, как люди могли вся страна терпеть репрессии? 37-й год. Да не все терпели. Не все. Но те, которые не терпели, которые говорили, которые сказали, как дыбенко, все погибли. Тут надо пойти решительно. И потом раз навсегда. Пошел. Возврата никакого нет. Выбрали они. А выбрали как? Почему? Он имеет хорошее свидетельство от внешних. От кого? От президента. Дальше. От бывшего, который там всех спутал с зарубежной церковью. Вот. И он имеет от внешних. Только по другим качествам. Не потому что добрый живет, а также торговал табаком. Так же водкой. Он такой же, как мы. И они уже заранее вот эта черная технология грязная. Они это знают. Кого? Матвиенко сделает. Губернатором сделаем. Только первый шаг такой. Такой. Они учатся, как менеджеры на это. Они все высчитывают. Это технология. А не просто, что они там кого-то избирали. Третий мешает подать. Ты подай заявление, а то завтра уйдешь. Я снимаю свою кандидатуру. Ну ладно, пока еще побудешь. Это все понятно. О Боге, о Библии, о Духе Святом там речи никакой не было. Совершенно мирское предприятие, никакого отношения к Богу вообще не имеют. Но Бог допустил. Я только одно уже думал. Думал, вот если бросили жребий. Ну, митрополит Филарет Минский. Он, конечно, уже старый. Но если бы выпал он жребий. Бог бы дался. Он бы еще поскрепел там. Но это было Божие. Если бы вот Владыка Крымич говорит. Он неречествовал такое. Ну, как сказать. Но ему Бог дал бы речь и мудрость. Он бы правил. Если бы это было Божие. Но Кирилл Владыка. Кирилл пусть. Но раз уже случилось так. И мне вот эта мысль очень, знаете, помогла. Я не знаю. Я говорю. Я свое мнение говорю. У вас свое. Видите? Вот у меня свое. Лично я успокоился. Я считаю, Кирилл это лучшая кандидатура. Почему? Он активный. Он прокатолик. Прокатоличный. Он стоять на месте не будет. Что-то начнет делать. Монастыри восстанут. Произойдет раскол. И налево-направо Бог разделит. Потому что сегодня церковь находится на таком параличе. Даже ересь поразить одну не может. Ни пророка не может поразить ничего. Но Кирилл начнет выворачивать такие дела, что начнет это размежевание. Вот почему он хороший. Может быть и в этом плане. Да. И в этом плане. Только в этом. Другого от него нечего ждать. Потому что предыдущий. Он везде. Он экуменист прожжен. Он и колдун. С колдунами злается. Идола поднимал. За ним такое исчезает. Его в храм запускать нельзя сто лет. Но раз Бог допустил, значит что-то он предусмотрел. Дал бы хуже, но не нашлось. Аминь. Только один ответ. Как молился? Да. А теперь молиться только не здоровье крепо. Я молюсь только, Господи, обрати этого Кирилла. А ведь мы начали нашу встречу с чего? Ой, благолетие патриарху. При всем вашем вы все-таки остаетесь везде. Да. Я покоряюсь. И я возгласил. Правда пропел я один. Один. Я бы не стал благолетием. Может быть ему лучше умереть сегодня утром. Но я говорю обращение. У нас записка не о здравии. Не о покорении. Чтобы обратился. Ну пусть обратился. Чтобы стал верующим. Верующий это не делает, что он делает. Я у него нашел одно положительное качество. Что он гулял с собакой и бежал дыгом. Алло. Да. Ну пусть обратился. Вот это вот прочитал мне сильно понравилось. Что у него с собакой есть нормальный человек. Нормальный. 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 Ну все это да. Давай. Проект сестры. Мне к вам просьба. Я. Вы видите. Мы все-таки. Хоть и вроде какие-то единомысленные. Но. У меня тоже очень сложный характер. И я очень боюсь. Не хочу ссориться с Игнатиховичем. А лукавым может сбить куриц. Вы помойте. Чтобы наша дружба хоть на этом уровне сохранялась всегда. Потому что я сказал. Батюшка. Он любит Слово Божие. А за это я его люблю. Я половине что не люблю. Я говорю. Вы нас звереете. Самый будете противник еще этого. Сохрани Бога. Сохрани Бога. Сохрани Бога. Я конечно не желаю. Я епископа поблагодарил. Когда у нас день общего был. Я говорю. Самая важная заслуга ваша. Что вы нас не сожрали. Ну. Тоже слава Бога. Вот стоите здесь. И скрыти всегда. Еще неизвестно чем окончится вот это приглашение. Что там было на соборе. Но звонят вам. И я же сидел рядышком. Я говорю. Как. Епископ хочет. Отцу Екиму на юбилей. Как попасть. Я говорю. Мы не можем отбить. Он звонит и все. Нельзя. Владыка. Я говорю что нельзя. Что это там снег. Грубая маленькая. Опять. Что. Многие то не приедут. У нас был батюшка такой. Отец Василий. Царство Небесное. Он говорил так. Будем надеяться. Что и наш теренок когда-нибудь волка поймает. То есть все таки наладится. Само не наладится. Мы даже. Именно. Решиться. Сознаться что мы мертвые. Без слова Божия будем еще хуже. И церковь будет великим скотом огельником. Исправь нас Духом Святым. Переплавь. Очисти. Не через прикосновение зубами к чему-то. А через сердце. Через уши. Ну Господь посреди нас. Все есть и будет. Спасибо Христос. Спасибо большое. Я с удовольствием вас благословляю Игнать Тихонович. И прошу ваши святые молитвы. Если позволите я вашу пасту благословлю. Спасибо. Благодарю. Все эти станции. Так. А машина кто повезет? Мачеха. А кто вас везет? Кто вас везет?